ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ И все-таки она плоская, скажет американский инженер Майкл Хьюз. За ним со скрипом задрает люк. И вот он уже мчит на своей самодельной ракете с паровым двигателем вперед. Точнее вверх. За доказательствами. Я верю, что мир не такой, каким мы привыкли его представлять. Не такой формы, которую нам навязали эти центры программирования людей. Я имею ввиду систему образования. О том, что земля своей формой похожа вот на этот арбуз, подозревали еще древние греки. Много веков то, что земля это шар, детям в школах подают как озвучную истину. И кто бы мог подумать, что в нашем 21 веке традиционные представления разобьются в дребезге. Ведь с каждым днем все более популярной становится теория плоской земли. Мол, нас обманывают, начиная со школьной скамьи. А на самом деле наша планета плоская, как эта пицца с высокими загнутыми краями из ледников. Которые мешают мировым океанам проливаться наружу. Это кажется невероятным, но именно такая версия миллионам людей пришлась по вкусу. И вот уже треть жителей США в возрасте от 18 до 24 лет верят, что земля плоская. А почти 15 процентов американцев в возрасте за 30 с ними согласны. Никому не нравится чувство, что мы находимся на маленьком шарике, который несется сквозь вселенную. Первая международная конференция жителей плоской земли в Южной Каролине. 250 долларов за входной билет. Четыре сотни участников из разных стран толкутся в душном пайе. На повестке дня развитие новой правдивой эры в науке и тотальная реформа образования. Пусть университеты навсегда закроют программы с астрофизическим и космическим уклоном. Оставшиеся естественные науки, как биология, геология, океанология, археология и другие должны быть полностью обновлены. Тем временем ракета плоская земля поднимается в небо всего на 570 метров. А после на глазах изумленных зрителей начинает падать. Майкла Хьюза, бледного и почти неподвижного, аккуратно достают из-под груда железа. Ощупывают. Руки-ноги целы, а что с головой? Кажется, мозг плоскоземельщика функционирует в прежнем режиме. Мир для него так и остался плоским. Неужели Хьюз убедился в этом с высоты облаков? Проверим. Это прямо сейчас над Подмосковьем вместе с Андреем Тюняевым. Который, как и Хьюз, убежден, что земля никакой не шар. Но почему? Конечно, у нас нет такого зрения, которое могло бы 100% поставить две крайние точки. Но то, что я вижу, оно точно 100% ровное. Это уже 100% доказательство, что горизонт у нас ровный, горизонтальный, плоский. Описывает плоскую землю. Верить своим глазам, а не глупостям. Из учебника физики призывают и эти экспериментаторы, называющие себя учеными Бразильского технологического центра с мистическим названием «Зикурат». Наша цель – показать плоскость воды, что само по себе уже ставит под вопрос искривленность нашей планеты. А функция команды на берегу – запечатлеть детали эксперимента. Забавно, но в средние века то же самое делали, чтобы доказать шарообразность Земли. Отплывая все дальше в море, корабль пропадает из вида не сразу. Сначала корпус, затем исчезают за горизонтом мачты, что вроде как и указывает на кривизну поверхности планеты. Но бразильские исследователи верят – корабли никуда не исчезают. Когда визуальный контакт был полностью потерян, мы обратились за помощью к высокоточному оптическому телескопу. И да, лодка все еще была там. Тут сам собой возникает вопрос – а для чего все эти эксперименты? Может, те, кто их проводит, просто плохо учились в школе? Или им и прямо известно то, о чем другие даже не догадываются? Коперник 500 лет тому назад сказал, что Земля круглая, сферическая. И вот 500 лет идет эта война. Стоп, ну а как же тогда объяснить прямую трансляцию с МКС или запуск ракеты Илона Маска на орбиту на фоне сферических очертаний Земли? Приговор плоского мира беспощаден. Космические корабли и спутники сделаны из картона и фанеры. А путешествия в космос сняты по вымышленным сценариям на Земле. Официально для общества плоской Земли космоса не существует. Адепты плоской Земли настроили против себя даже сторонников всех других существующих теорий заговора. Люди знали, что мир был круглым еще тысячи лет назад. Сегодня доступны все виды знаний, все виды навыков. А эти неучи до сих пор живут в темных закоулках Средневековья. В кругах конспирологов, ну, тех, кто верит, что американцы никогда не были на Луне, а Землей управляют нанятые на деньги Рокфеллеров рептилоиды с планеты Нибиру, даже поговаривают, что плоскохемельщиков спонсируют НАСА и ЦРУ, чтобы те своими выходками дискредитировали настоящих научных диссидентов. Убедительно или не очень выгодным доказательством плоского мироустройства здесь каждый решает меру своей эрудиции. Впрочем, ни один из современных ученых не возьмется утверждать, что Земля — это шаг. Ведь она, как известно, сплющена у полюсов. Но тогда до такой же степени все-таки она плоская. Правда, представители классической науки уверяют, приплюсанность минимальна. Здесь у экватора это будет утолщение порядка 20 километров. Здесь, соответственно, на полюсах меньше, чем было на 5 километров. Хотя плоскоземельщикам это вряд ли объяснишь. Им даже не скажешь, земля круглая, еще встретимся. Ведь для них это не аргумент. Татьяна Сидорова, Денис Аникин, Ольга Яковлева, Центральное телевидение. Да, согласитесь, логичный штрешок к этой неделе безумств. Ну а прямо сейчас давайте лучше сделаем небольшую передышку и вернемся в прямой эфир после очень короткой паузы. Поверьте, нам есть еще чем вас удивить. Удивить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok